Доброе утро, мои дорогие! Ну, ради вя, но не доброе. Снова утро. Хорошая погода. Петухи поют у соседей. И сегодня у нас в работе гипс. У меня отвалились три камушка искусственных со стены. Ну и пришла пора заняться ремонтом. Разводим гипс до состояния такого жиденькой сметанки. Вот, кстати, хочу сказать для тех, кто думает, что... Ну, есть такие люди, которые считают, что мы занимаемся ерундой. Ну, имею в виду, снимая видео, выкладывая его на YouTube. Вот это видео я снимаю третий день. Первый день я снимала. Вчера я снимала то, что получилось. И при монтаже оказалось, что куда-то пропало начало. Поэтому сегодня я снимаю начало видео. Самая настоящая работа. Только работа, которая нравится. На которую не нужно вставать, идти куда-то, ехать, ждать зарплаты. Тут просто делаешь и делаешь, снимаешь и снимаешь. Какое-то видео получается с первого раза. А какое-то приходится снимать по несколько раз. Для тех, кто хотел бы сделать себе искусственный камень, но боится, ничего в этом страшного нет. Развели, залили. Самое главное, чтобы это было ровно. Гипс быстро высыхает. Сейчас сделаю и пусть у меня будет в запасе. Ну и все. Теперь будем делать вот такую баночку. Вот в результате получится что-то вот такое. Сейчас мы ее гипсом облепим, ракушками. Ой, господи. Вот так вот. Все очень просто, без затей. Одна сторона высохнет, будем другую. Гипс сохнет, быстро застывает. А еще я сделала вот такой подсвечник. Вот взяла такую бутылку из-под уксуса. Отрезала вот это горлышко, потому что оно очень твердое. И залила гипс. Потом я ее покрашу в какой-нибудь цвет. А по ребрышкам пройдусь золотом. И будет красивая штука. Вот еще вот такая у меня баночка есть. А теперь самое интересное. Ой. Ой. Сколько я их порвала. Видели бы вы лица продавцов в магазине, когда бабушка берет по 10-20 штук. Наверное, хватит. Я их уже много делала, но раздарила. Ну как, еще не догадались, что это будет? На что это похоже? Ой. Вся я забрызгалась в этом гипсе. Так. Будет эта птичка. Теперь ее надо куда-то пристроить, так, чтобы у нее хвостик был кверху, застыл. Вся. Ты из рук вываливаешься. Ну вот. Пусть высыхает. Вот тут на разную высоту можно эти хвосты по-разному. И птички будут по-разному. Ну что, мои дорогие. Вот что у нас получилось. Камушки. Вот видите. От пыли не помыла форму. Грязноватые вышли. А так. Вот они. Причем я даже ПВА не добавляла. Для прочность. Птичка презервативная. Ну тут что. Тут надо шкуркой хвостик, конечно, обработать, чтобы он был плоский. Ну, так как на улице влажность, дожди идут. Она еще и не просохла по-человечески. Вот. А так можно глазки нарисовать, перышки просто покрасить. Ведь она еще не высохла. Вот. А так я ее сделаю и будет хвостик плоский. Но они всегда по-разному получаются. Бывает, что и хвостик плоский сам по себе получается. Вот. Можно повыше поднять. Ну, по-разному. Там, если будете сами делать, уже видно будет. Вот. У меня их было группой из пяти птичек. И они все были разные. Как будто клевали на земле. Вот. Так что вот так вот. До свидания. Всем здоровья. Удачи. Терпения. Пока-пока.